Добрый день, Валерий Константинович. Косточки не взошли. Он где он писал, что жена заморозила после мытья холодильника. С прививками тоже не очень. Обидно. Абрикосы почти все они прижились, а груши все сто прижились. Даже сливы с успехом. У меня другая напасть. У меня, когда такие письма приходят, я отвечу на ребинар. Кстати, каждому по отдельности вот так отвечать. А у меня каждый день по 10-20 писем. У меня другая напасть. Абрикос, посаженный в 2008 году, не ваш, не ваш. Зацвел в этом году первый раз. Начали чахнуть ветки. Что с ними, подскажите, пожалуйста, фото высылаю. Теперь так. Продолжение этой темы. Этот абрикос я сажал еще 4 года назад. Куплен он не в питомнике, в магазине. Господи, нашли где покупать. Вот. Сорт, по-моему, краснощеки. Посажен он в яму. Молодец. Как тогда? Сейчас еще учатся всех экранных печатей. Поверьте. И сейчас все это маханалия продолжается. Я даже не полюнюсь. Вот это вот. Человек не виноват. У нее заплодоносила брехвайда. Черешня заплодоносила. Ну, черешня. Черешня заплодоносила. Ну, ее официально сгубили. Взяли, сгубили, сгубили. Она сама придумала эту яму? А вот это обмазать и обмотать сама придумала? Научили. А другие ученые сказали, вот фунгицидом попробовать. Еще раз. Я попрошу Ольгу. Фунгицид – это сильная вещь. Она не только помогает этим грибам найти. Она на людях помогает. Вы же не знаете, что внутри гриб в дереве, и оно не это самое. Не, 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 не. А его невозможно вылечить ничем, потому что он внутри. У людей, представим себе, что болит желудок. Там море, там всякие эти, я их плохо знаю, эти болезни, как это называют. Вот. В общем, и будем считать, что то же самое. Они внутри, люди, болеют. А снаружи из-за болезни покрываются грибами. Я ничего лично не говорю. Может, не все эти грибы видите, но покрываются грибами, потому что они уже не могут встать под душ, они не могут это самое, ходить в баню. Они покрываются грибами. Грибы везде. А есть особые места, где их вообще это, можно сказать, сплошные грибы. И вот я вас взял бы и попросил. Вот. Берите фунгицид. Берите любые эти самые. Можете даже договориться, если вас тут же не отвезут в сумасшедший дом, Ольга. Но вы все-таки попробуйте, а вдруг успеете. Фунгицид возьмите. Дезодоранты возьмите. Вот. Подкупите. Вы можете сразу стать этим самым гением, куда-то мещерами против вас. И забраться ночью в реанимацию, обработать всех этими самыми людей. Обработали? Вылезтися? А, вы не пойдете, потому что сумасшедший дом заберут. А вот за это вас, к сожалению, вас никто ни на что не накажет. Хотя вы только людям голову морочите. И заставляйте их покупать всякую херню, которая не поможет. Теперь идем дальше. Нет, лучше ничего не передавайте. Вот. Жалко. Выглядит совершенно не это. Сейчас. Чуть проскочил. Идем дальше. Тогда еще не знал о вас. Сейчас учусь по вашим фильмам, вашим советам. Фото нет, потом будет. Ладно. Итак, я тогда взял, по его письму, добавил от себя первое. Посадка без обрезки кроны. Уверен на 99,999 тысячных, что он это дерево из магазина садил с целой кроны. А это сразу автоматом уже инварит. Уже. Вот. Дерево, когда корни нарушены, отрезаем часть кроны, садим. Это тоже инвалид. Но этот инвалид, допустим, будет в первой степени, а тот уже в второй степени. То есть, наоборот, тот будет, ну как, инвалидность определяться, я забыл. Ну, вы поняли меня. Тот будет поменьше инвалид, а этот вообще инвалид. Возможно, и у вас посадка без обрезки кроны. Важнейший момент. Посадка в яму. А, вы сами написали. Да, вы еще в яму посадили. Заглубление корневой шейки. Это легко достигается, потому что, ну, кто вам эту корневую шейку обозначил пятнышком? Да никто. Вот. А это я призываю. Для питомника воду, для пользы, для престижа. Для моих детей, которые выращивают садимся, вот обозначение корневой шейки пятнышком, ну, еще плюс север-юг, это тоже важно. Это фирменная работа, это престиж. Ну, последую-то я пока ни одного не видел и не слышал. Вот. Смотрите сюда. Вот это вот тема тоже грустная. Я взял, смотрите, одно из своих старейших деревьев. Мне 30 лет. Ну, вы видите, что вот эти ветки были отсохли. Они давно в темноте растут. Я их заподлицо не отрезал, оставил. В этом есть смысл. Смотрите. Сидите за моей этой рукой. Вот. Идет сок. Вот он идет. Идет. Я потом подробнее расскажу. Идет сок. Дошел до сюда. Ветка сухая. Ну, вот он хотя бы вот так вот обойдет. Когда вырезается полностью так называемая обрезка на кольцо, освещенная, к сожалению, всей наукой, всеми академиками, ни один не возник, что это ошибка страшная, смертельная. И вот тогда вот здесь вымораживается все вокруг. И здесь прекращается снабжение. Потом уже вот здесь чернота, вот здесь раны и высшие раны. И вы эти раны видите у других несчастных, которые вам, Ольга, отправляет это как бы на экспертизу. А вы ей обязательно скажете, пангицидом. На этом ваше познание, к сожалению, кончается. Вот. Ну, и посоветуйте, если вот такой снимок вам пришли, то вы посоветуйте обрезать на подлецо, то есть на кольцо. А я для чего вам покажу. Вот это холм. Так. Это мой яркий пример. Это долгожитель. У него рекорд 25 юдер с деревом. Это Артем-2. Это его рекорд. 25 юдер. Скромненько, да? Посмотрите в научной литературе, какие у них урожаи. У них появился рекорд сменный, два уллин, который с моих саженцев вырастил. От 28 до 42 килограмм с дерева. Это новый рекорд науки. Но забыл сказать, чьи саженцы. Бывает. Случайно, да, Бог. И вот получается, смотрим теперь повнимательнее. Представим себе, что каждый год по метру снега. Холм у меня был сантиметров 30. Я сейчас не помню, но обычно я делал вот такие холмы. И размазываем. Так. Дерево, когда растут корни, они укрупняются и еще выдавливаются, поддавливают вверх. То есть, холм становится еще круче. А если метр? Но у меня никогда не бывает больше 30. Редко-редко, когда 20-30, бывало и по щиколотку. Вот столько. И благодаря этому он стал долгожителем. Почему? Для абрикосов в Сибири это долгожительство. Я вам потом покажу такие снимки ужасные, что творится в Сибири. Но, если бы у меня, подвожу к выводу, был вот, вот я показываю, вот отсюда снега, да каждый год. А многие пишут, у меня 80 сантиметров, у меня метр. Будут случаи, у людей под забором 2 метра, на металла. А там под забором растения растут. И вот получается, мы будем вот так вот снегу. И как у меня 20-30? А допустим метр. Он бы уже на свете не жил. Вот. Как бы я бы не хотел, как бы не мечтал. Вот. Ну, откапывайте, если вы хотите, чтобы дожил до этих времен. Холм покруче делайте. Ну, а чтобы он был пологим. Ясно, да? Ну, и получается, у меня малоснежье позволило вырастить вот такие чудесные абрикосы. Вот вам еще один совет, вот еще одна наука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!